Козацкая Рада. Украинский характер. Мы узнаем, как афро-бразильцы общаются с духами. Станем свидетелями массового вхождения в транс. И кровавого жертвоприношения. Перерезали ей глотку и поют песню, потому что боги требуют крови. Дмитрий Комаров познакомится с самой известной рабыней в мире. Друзья, ну что, узнали кто? Актрисой, которая сыграла главную роль в легендарном сериале «Рабыня Исаура». И узнаем, почему самая известная в мире бразильская актриса потеряла миллионы долларов и была вынуждена начинать жизнь заново. Бразилия уникальна тем, что составить портрет типичного жителя страны просто невозможно. Здесь живут люди с разным цветом кожи и абсолютно разного происхождения. Потомки европейцев и африканцев прекрасно уживаются с индейцами. И все эти люди – бразильцы. Смешение кровей началось в 16 веке, когда португальцы открыли Бразилию, на три века сделав ее своей колонией. Эту огромную территорию они осваивали руками индейцев, а еще силами рабов-африканцев, которых завозили со своих колоний на Черном континенте. Их насильно заставляли работать на каучуковых и сахарных плантациях, золотых приисках и прислуживать на фазентах. Всего за 350 лет в Бразилию завезли больше 4 миллионов рабов. Но вместе с ними из Африки прибыла не только бесплатная рабочая сила, но и религия. Вера в духов и жуткие ритуалы. Рабство отменили всего 130 лет назад. Но религия рабов в современной Бразилии живет до сих пор. Самые популярные культы – умбанда и кандобле. Их в Бразилии практикуют миллионы людей. Всего в нескольких километрах от Рио-де-Жанейро мы увидели настоящий спиритический сеанс. Эти трое людей в белых одеждах называют себя медиумами, то есть людьми, которые общаются с духами умерших предков. Чтобы сделать это, они впадают в состояние транса. Обычно вот такой большой ритуал проходит перед началом большого религиозного афро-бразильского праздника. И таким образом люди просят разрешения у духов природы и у афро-бразильских богов разрешить провести праздник, ритуал. Это Риналдо – настоятель одного из храмов афро-бразильской религии. Мы верим, что у Бога есть помощники, духи Ариша. Через нас они передают людям информацию. Религия – это смесь африканских, католических и даже индейских обрядов. Рабов насильно заставляли принимать христианство, но африканцы пошли на хитрость и подменили христианских святых своими богами. И получилась новая религия – Умбанда. А скажите, а вы и ваши друзья, вы потомки африканских рабов? Да, мои прадедушка и прабабушка по материнской линии были рабами, а по линии отца – индейцами. Моих тоже привезли сюда насильно, из Африки. Извини, нам пора ехать на старое кладбище рабов. Мы должны еще помолиться нашим предкам. А можно с вами? Пойдем, раз уж ты нас нашел. Спасибо. То есть, я так понимаю, здесь смешались традиции и инновации, вы после такого ритуала садитесь в современные автомобили и едете дальше? Да, мы отвезем энергию природы в наш храм. Вся сила природы находится сейчас в этой чаше. Можно посмотреть, куда собирается вся энергия? Это тыква, обычная кукуруза. И орешки, арахис. Это священная еда. По дороге на кладбище мы неожиданно останавливаемся возле бамбуковых зарослей и достаем из багажника еще одну чашу. А почему мы остановились? В этой чаше собрана вся отрицательная энергия людей, которые придут сегодня на ритуал. Мы должны оставить ее здесь. А что там? Ничего такого, просто листья. Видишь? Что находится на дне, эти люди на камеру говорить не хотят. Но даже толстый слой листьев не может перебить запах несвежего мяса. Тухлятины. В этой корзине не только растения, там еще остатки животных, которых принесли в жертву. Каждого из нас обмахивают листьями, которые эти люди считают священными. Ну так вот, друзья. Выбрасывают. Весь негатив. После ритуала очищения женщина снова впадает в транс. Оставив чашу с останками животного у обочины дороги, настоятель и его помощники снова садятся в машину, где Селма приходит в себя. Считается, что после того, как человек принял духа, он как бы освобождается и становится уже более открытым, позитивным. И по моей спутнице видно, что она повеселела после транса. Верующие вдруг становятся поразительно веселыми, что особенно удивляет. Ведь едем мы на кладбище африканских рабов, их главную святыню. Это знак уважения к умершим, которые здесь похоронены. О, боже, какой кошмар! Собаку ест стервятник. Сколько лет этому кладбищу? Больше трехсот. А где могилы? Прямо у нас под ногами. А-а-а, мы идем по могилам. Скажите, а что вам рассказывали родители о рассказах про дедушек и про бабушек? Раньше здесь было много больших богатых фазент. А недалеко отсюда находилась точка, где торговали рабами. Вот вы знаете, современному человеку очень тяжело понять, что такое точка торговли рабами. Вот как происходило? Как эти рабы попадали в эту точку? Их выставляли на площади, а португальцы приезжали и покупали себе понравившихся. Причем покупали их просто как мясо, на развес. Только не килограммами, а тоннами. Рабы строили им дома, резали камни, работали на плантациях, прислуживали их семьям. Ну, то есть, примерно так, как в сериале «Рабы неизаура». Да, в сериале показана вся правда. Тяжелая жизнь рабов. Этот крест символизирует души всех наших предков. Мы тут молимся и делаем подношения. То есть, поэтому столько разбросанных вот этих глиняных тарелок? Да. А почему никто не ухаживает за кладбищем? Многие вообще боятся лишний раз сюда заходить. Боятся побеспокоить духов. Вы знаете, я бы на месте духов точно обеспокоился и здесь тревожил всех, потому что я вижу, что налицо откровенное неуважение к этим людям. Эту молитву потомки рабов посвящают всем убитым во времена рабства. После чего спешат в храм афро-бразильской религии. Мы едем в обычный небогатый район на окраине Рио-де-Жанейро и останавливаемся возле здания, которое кажется самым обычным частным домом. Но это и есть храм афро-бразильской религии. Ух ты! Внутри в глаза прежде всего бросается целый пантеон богов на стене. Это все, в кого мы верим. Каждый из этих духов отвечает за свою стихию. И люди обращаются к каждому из них с разными просьбами. А это новый Ошала. Им мы заменили Иисуса. Вот это афро-бразильский Иисус Христос. То есть все очень просто объясняется. Это бог, новый Ошала. Но молиться ему во времена работорговли было запрещено. Поэтому люди объявили, что в новой афро-бразильской религии вместо него будет Иисус Христос. То есть они молились Христу, а при этом себе внутри представляли, что молятся вот этому персонажу. Это ваша внучка? Это моя внучка. Мы ее уже посвятили в нашу веру, провели ритуал. Она тоже уже готова принимать в себя духов. А это мой старший брат по вере. У вас такой маникюр? Это так принято в религии? Нет, это просто имидж. А, понял. А в это время в главном зале храма уже начинается ритуал. На нашу! Все в дыму. Оглушительный шум барабанов. Поначалу люди просто ходят по кругу, повторяя одни и те же движения. И напевают нехитрые африканские мотивы. АПЛОДИСМЕНТЫ Но именно это, а особенно ритмичный повторяющийся шум барабанов, помогает им войти в состояние транса. Люди верят, что в это время в них вселяется один из духов. Для них это своего рода исцеление. Якобы именно духи отгоняют от людей все плохое, включая болезни и депрессию. А еще дают энергию и передают важную информацию. Вот видите, она вошел в транс и беспорядочно движется. Явно изменилась динамика и поведение. Считается, что дух вошел в нее и общается с людьми через ее тело. Раз в несколько минут кто-то впадает в транс и начинает вести себя абсолютно неадекватно. АПЛОДИСМЕНТЫ Транс – это кратковременное изменение сознания и психики, похожее на сон. Человек словно уходит в себя, в свой внутренний мир переживаний, мыслей и образов. Теряет способность логически мыслить и контролировать свои движения, состояния и поступки. Во время транса человек может почувствовать, увидеть и услышать то, чего нет. Может поверить во что угодно. Он теряет ощущение времени и понятия не имеет, сколько пробыл в трансе. Когда мне говорили, что это будет происходить, я очень скептически относился и не верил. Здесь все очень по-настоящему. Действительно, люди уходят в какую-то параллельную реальность. Мужчина, который, как считается, принял духа, он взял сигару. Женщина тоже. Они приняли бога Кабоко. Это бог-скотовод, если я корректно выражаюсь, но он покровительствует тем, кто выращивает животных, выращивает домашнюю скотину. Он очень любит курить. По поведению видно, что это не кривляния. То есть люди ведут себя как будто бы в наркотическом состоянии. Действительно, аномальное состояние у человека. Посмотрите, закатываются глаза вот так вот сильно. А вот этот мужчина принял дух ребенка, поэтому ведет себя как маленький ребенок. Прыгает, скачет. В него вселился дух шестилетнего ребенка, и он хочет поиграть с вашей камерой. Сашина камера, показалась ему игрушкой, он себе хочет играть. Давайте поиграть дадим. Здравствуйте. Хочешь арбузик? Я хочу арбуз, давайте, да. Тогда дай колясочку покатать. Я тебе арбуз, а ты мне свою колясочку. На, колясочку, я арбуз беру. Давай, держи. Хочу потянуть ее за веревочку. Тяни, давай, держи шест. Только медленно, медленно. Это наш фотоаппарат, друзья, достаточно дорогой. Но чтобы доказать вам, что это все реальность, я вот показываю. Это взрослый мужчина. Ему, наверное, лет сорок где-то. И вот он сказал, что это колясочка, дайте поиграть. Ну что, тебе понравилась игрушка? Да, у меня никогда такой не было. Массовый сеанс транса, со стороны больше напоминающий массовый психоз, длится минут 15-20. После этого люди возвращаются из мира духов в реальность. Церемония закончена, давайте спросим первое впечатление. Я видел, как вы были в совершенно другом состоянии. Что вы чувствовали? Мне сложно передать это словами, но я как будто парила над землей. Для того, чтобы войти в это состояние, что вам нужно? Чтобы этому научиться, нужен не один год. Сначала нужно пройти много других ритуалов и даже подстричься на лысо. Потом три месяца нужно ходить только в белой одежде и очищать свою энергетику. Боночек, вы были сегодня самым колоритным персонажем. Вы ходили в ковбойской шляпе, курили. Да, в меня вселился дух кабока. В прошлой жизни он был скотоводом. Это очень сильный дух. Вы помните этот момент, когда вы из обычного мужчины, интеллигентного, в очках превратились в того ковбоя, который исполнял какие-то непонятные движения? Единственное, что я помню, это как мое тело начало неметь. В какой-то момент дух захватил мое тело, и что происходило потом, я не помню. А зачем тогда вам это нужно, если вы даже не знаете, что это было, и где вы были, и что происходило? Это дает мне возможность расти духовно. Я раскрепощаюсь, становлюсь решительным. Вот ты сегодня исполнял что-то нереальное просто, дружище. Вот ты так двигался, дергался, кричал. Вот такой ты был. Вот это помнишь вообще? Нет, я помню, что в какой-то момент у меня потемнело в глазах, и все. Мне сказали, что я дул в рог. Но я сам так не умею. Это за меня играл дух. Можешь сейчас повторить свой крик, который ты исполнял здесь минут 20? Попробуй на трезвую. Я не знаю как. Ну как ты не знаешь? Вот так, повторяй за мной. Мне вообще не похоже, да? Вот не так он делал. Говорю же, это был не я, а дух, который в меня вселился. Береги себя, друг. Все, обригадо. Но интереснее всего услышать впечатление мужчины, которому казалось, что он ребенок. Тот самый, что катал по полу нашу камеру и ярче всех танцевал. Ты уже вернулся? Да, все в порядке. Помните, как кое-что у меня просили? Нет. А помните вообще, что делали? Нет. Этот аппарат помните этот? Почему я его должен помнить? Вы говорили, что это колясочка детская, и вы катали ее по полу вот тут вот. Не помню такого. Объясните мне, зачем вам это нужно, если вы все равно ничего не помните? То есть вы не можете наслаждаться этими воспоминаниями и как-то их использовать? Я получаю большой заряд энергии, и эта энергия – смысл моей жизни. Все, добро. Вы меня простите, не обижайтесь только, но вот то, что вы описываете, то, что я вижу, оно похоже на какое-то наркотическое состояние. Вот есть что-то общее? Нет. Действия алкоголя или наркотиков с этим состоянием сравнивать нельзя. Это просто глубокое энергетическое очищение. Ты сам можешь попробовать. Если пройдешь инициацию, в тебя может селиться дух. Инициация – это что такое, простите? Это ничего не обрезают? Нет, это ряд специальных ритуалов. Нужно на некоторое время закрыться от всего остального мира и духовно очиститься. Сцены массового вхождения в транс шокируют. Но оказалось, что это только начало. То, что происходило дальше, больше напоминало кадры из какого-то фильма ужасов. А вот теперь, друзья, начинается самое страшное. Это обряд жертвоприношения. Богам жертвуют животных. В жертвенную комнату заводят козу. И подбой барабанов и ритуальное песнопение убивают. Перерезали ей глотку и поют песню, потому что боги требуют крови. Я много видел раз, как приносят в жертву животных. Но здесь капитана вообще дико. Вот они поют, радуются и убивают животное. От звуки барабана. Вот все руки в крови, все в крови. Они счастливы. У них не парея. Это очень редкие кадры. В такие моменты чужаков внутрь не пускают. Я смотрел, как кровь животного сливают в чашу и поливают все вокруг, отдавая дань духам и не мог поверить в реальность происходящего. Как в современной стране экономика, которая входит в десятку крупнейших в мире, может такое происходить? Во время жуткого ритуала настоятель храма Риналдо входит в транс. Причем для каждой части ритуала полагается свой дресс-код и вот, скажем, настоятель этого храма, назовем вот так, переодевается. Я уже не Риналдо. Того симпатичного, интеллигентного мужчины, с которым ты познакомился утром, уже нет. А чей дух сейчас в вас селился? Дух Транкадоро. Он указывает правильный путь в жизни, дарит свободу. Риналдо не пьет и не курит. А я пью и курю. Видишь? Что символизирует собой этот ритуал и после того, как он проведен? Что будет дальше? С каждой жертвой в нашу жизнь заходит новая энергия. А мясо мы просто съедим. На этом кровавые ритуалы не закончились. Люди в религиозном экстазе требовали все больше крови. Боже, какой страх. Тут начинается вообще какая-то кровавая бойня. Теперь несут внутрь кур. То есть тут идет массовое жертвоприношение. Вот у него в руках держится, ходится без головы уже. Вот убивают уже четвертую или пятую, но они не знают. После массовых жертвоприношений в помещении зажигают фейерверк. Здесь верят, что огонь прогонит всю негативную энергию. На этом праздник заканчивается. Пол долго отмывают от крови. Трудно поверить, но в Бразилии существуют тысячи подобных храмов, где потомки рабов и рабынь регулярно проводят жуткие ритуалы с африканскими корнями. Глядя на это, с трудом верится, что мы находимся в 21 веке. Что это реальность, а не кино. Не зря тема рабства стала основой легендарных фильмов и сериалов. Друзья, вы даже не представляете, кого вы сейчас увидите. Это суперзвезда мирового масштаба. Без преувеличения десятки миллионов людей обожают этого человека. И вот мы подходим к его дому. Попробуйте угадать. Никогда не догадаетесь. Давайте просто постучим в дверь, и вы сами увидите. Добрый день! Бонди! Добрый день! Здравствуйте! Друзья, ну что, узнали, кто? 30 лет назад в СССР впервые показали заграничный сериал «Рабыня Изаура». Это была первая мыльная опера, которую увидели советские люди. В основе сюжета лежала жизнь африканских рабов в Бразилии. И самой главной рабыни – Изауры, которую сыграла Луселия Сантос. Когда на экранах появлялась Изаура, жизнь останавливалась. Абсолютно все прилипали к экранам. Улицы пустели. Эта эпидемия накрыла 150 стран в мире, которые купили права на трансляцию сериала. «Рабыня Изаура» стала самым продаваемым и прибыльным сериалом в истории бразильского телевидения. А Луселия Сантос, сыгравшая главную роль, настоящей суперзвездой. Она могла стать миллионером, но ее жизнь перевернулась, и актрисе пришлось начинать все сначала. Итак, друзья, перед вами Луселия Сантос. Замечательная актриса, любимица десятков миллионов зрителей. Та самая женщина, которая сыграла рабыню Изауру. Я очень рад вас встретить, и для нас большая честь, что вы согласились с нами пообщаться. Я хочу пригласить вас на свидание. На свидание не со мной, а на свидание с нашими зрителями, которые вас на самом деле просто обожают. Большое спасибо, я согласна. Это для вас. Благодарю. Несмотря на очень большую занятость, актриса согласилась провести с нами свой выходной. Мы тоже приготовили для нее сюрприз. И прямо сейчас едем на Фазенду, где снимался один из эпизодов сериала. Вы знаете, вот мы сейчас едем на Фазенду, и в бывшем Советском Союзе, когда прошла новелла Рабонезаура, все люди стали дачи называть Фазендами. Это было такое новое слово в лексиконе человека нашего. Да, я слышала, только не знала, правда ли это. Двоюродных братьев и двоюродных сестер стали называть кузенами и кузинами. Вообще, много на самом деле крылатых выражений появилось. И, например, люди, которые тяжело работали, стали говорить, я пашу, как рабыня Изаура на плантации. Прошло 40 лет, а все помнят, все говорят и забыть не могут просто. Безусловно, с этим сериалом я связана очень крепкими узами. Для всего мира я рабыня Изаура. Как вас встречали люди уже после выхода новеллы? Везде мое появление вызывало фурор. Меня принимали очень тепло. Единственная страна, где я так и не побывала – СССР. Я даже в Китае была уже 25 раз. Причем трижды я ездила туда в составе официальных делегаций с президентами Бразилии. Вообще, насколько я знаю, вы с президентом Лоу были хорошими друзьями. Я с ним знакома с самого детства. Он был другом моего отца. И они часто пропускали по стаканчику кашасы вместе. У нас с вами сегодня все-таки путешествие. Вы любите путешествовать? Люблю. И нам, как путешественникам, нужно подумать, что мы будем есть. У меня есть одно предложение. Вы готовы на эксперименты? Смотря что ты предлагаешь. Я хочу, чтобы мы вместе с вами приготовили самое знаменитое блюдо в нашей стране. Самое-самое, без которого наша кухня невозможна. И вы его попробуете. Договорились. Называется это блюдо борщ. Я обожаю борщ. И даже иногда его готовлю. С ума сойти, вы тоже умеете готовить борщ? Не знаю, насколько правильный у меня рецепт, но я называю это борщом. И его очень люблю. Мы с Луселлией спешим в супермаркет за продуктами для борща. Луселлия, скажите, пожалуйста, какие продукты вы обычно покупаете себе? Я не ем мясо. Так что, как правило, покупаю только овощи, фрукты и иногда рыбу. В супермаркетах я бываю редко. Обожаю ходить на рынки и выбирать там все самое свежее. Как сделаем? Смотрите, есть рецепт борща от моей мамы традиционный. Есть ваш рецепт борща от Луселлии Сантос. Давайте совместим? Нет уж, давай каждый сделает свой. Я хочу попробовать борщ по рецепту твоей мамы и угостить тебя своим. Это взаимно. А моя мама очень хочет узнать рецепт ваш, потому что она вас обожает просто. Надеюсь, я ее не разочарую. У меня очень простой рецепт. Нужна только свекла, имбирь, чеснок и немного сметаны. Слушайте, у вас классный рецепт. Такого в Украине точно не делают. Что нужно для твоего борща? Я специально остановился возле лука. Я увидел, он нужен обязательно. Сколько? Две луковицы, не более. Так, морковочку берем. Что, и морковку в борщ? Я обязательно. Борщ без морковки наш, невозможен. Картошку тоже берем? Конечно, обязательно. Рецепт твоей мамы совсем не похож на мой. Это, я бы сказал, рецепт и моей мамы, и всех наших мам. Наших украинских мамочек. Я вижу еще кое-что для нашего борща. Вот, у нас за спиной. Что? Неужели перец? Конечно, сладкий перец. Обязательно нужен. А для своего борща я возьму чеснок. Вот давайте в отдельную кучку ваш рецепт. Боже, как все женщины смеются. Узнали? Конечно, узнали. Конечно, я ее обожаю. Боготворят. Вот Элью Сантос, просто вот все продавцы такие светятся глаза вообще. О, я нашла имбирь и свеклу. Я ее просто обожаю. Мой борщ нужно три штуки. Давай так, если украинцам понравится мой борщ, то у меня появится какой-нибудь титул. Титул королевы бразильского борща. У вас устроит? А тебе еще что-то нужно? Мне обязательно нужно растительное масло. Помидорчики. Усылия, вы не берете помидорчики для борща? Мне даже как-то стыдно готовить свой борщ. Нет-нет-нет, ваш борщ, поверьте, оценят все мужчины. Потому что мужики не любят возиться много покупать. Они любят просто залили в воду что-нибудь, бросили, готовы, как яичница. Вот-вот, я готовлю по такому же принципу. Сахар и соль. Где сахар и соль? Сахар и соль. Вы полиглот, вы быстро схватываете языки, да? Да, я очень много путешествовала. Расскажи, как проходил показ сериала в твоей стране? Вам рассказать, как проходило? Вы знаете, она шла у нас с опозданием лет на 10-12. И я был маленький мальчик, я помню, что происходило. Значит, улицы замирали, люди исчезали. Можно было в это время нам, детям, творить все, что угодно. Потому что все родители, бабушки, дедушки, все прилипали к экрану и не отходили. И вот, вы знаете, как после какой-то атомной войны. Пустые улицы, потому что все сидели возле экранов. Я слышала, что в Боснии во время показа сериала даже бомбить переставали. Действительно, это был эффект бомбы по-своему. Уже потом была просто Мария, уже потом были богатые тоже плачут. Это все было потом. Капуста. Самое главное, подождите, капуста. Вот она, вот она капусточка. Твой борщ будет очень питательным. Сахар. Ну что, на кассу? Вот такие мальчики. О! Лос-Элью Сантос узнают, конечно же. Добрый день. Вы любите Лос-Элью Сантос? Кто же ее не любит? Правда, девочки? Все любят. Вы привыкли к тому, что вы все время под микроскопом, что вы не можете даже в магазин зайти и не оставаться в центре внимания? Это часть моей жизни. Я очень рано стала известна и давно к этому привыкла. Цена нашего борща и борща бразильского. Сейчас сравним. Вот это, друзья, борщ Лос-Элью Сантос. Свекла, чеснок, лук репчатый зеленый и имбирь. Все. 30 реалов. Друзья, 7-8 долларов. Это где-то 200 гривен, не меньше. Слушайте, за эти деньги я в Украине, если пойду в супермаркет, я могу приготовить вот такой жбан борща. Даже вот за то, что купили вы. Жизнь в Бразилии очень дорогая. А теперь подсчитываем стоимость украинского борща. 70 реалов обошелся мой борщик. 500 гривен за продукты для борща. Дорого. Бригада. Ну что, поехали готовить. Вы даже не представляете, что сейчас произошло. Только что реализовалась мечта десятков миллионов наших женщин. Они вместе с вами сходили в магазин для того, чтобы приготовить борщ. Ну что, а теперь въезжаем на Фазенду. Вы узнаете это место или нет? Пока что нет. Слишком много времени прошло с тех пор. Но как здесь красиво. Этой Фазенде больше ста лет. Когда-то здесь жили плантаторы и рабы. Сегодня это комплекс отдыха и релакса, где часть комнат сдают туристам, которые хотят ощутить себя богачами из прошлого. Тут сохранили атмосферу былых времен, интерьер, старинную мебель. А еще есть породистые скакуны и коллекция ретро-машин. Все это гордость хозяина Фазенды, Дона Паула. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно познакомиться с вами. Я поражен, насколько молодо вы выглядите. Многие наши соседи помнят, как они участвовали в массовке во время съемок сериала. А еще к нам часто приезжают гости из Восточной Европы. Именно потому, что здесь снималась рабыня Изаура. Вы должны быть благодарны и понимать, что благодаря Ауцели вы деньги зарабатываете сегодня. Если не секрет, сколько вы заработали на Изауре? Ноль. Как так? За продажу сериала в другие страны мне ничего не заплатили. А за съемки я, конечно, получала зарплату. Примерно две тысячи долларов в месяц. И еще столько же мне платили в театре. И это в 1976 году. Тогда я считала себя очень богатой. И через пару лет даже купила небольшую квартиру. Класс. Но хватит болтать, я уже очень проголодалась. Слушаюсь. Мы хотим воспользоваться вашей фазендой как кухней. Потому что мы сегодня с Ауцелей устраиваем кулинарный батл. Я готовлю наш борщ, Ауцеля готовит бразильский борщ. Разрешаете? Это большая честь для меня. Дон Пауэлла ведет нас на старинную кухню, где когда-то рабы готовили еду своим хозяевам. А сегодня здесь будет хозяйничать мировая знаменитость. Рассказывайте, что вы делаете. Я смотрю, моете свеклу, правильно. Знаете, как мы на украинском называем свеклу? А? Буряк. 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 Скажите, а у вас сегодня есть домработница? Нет. Постоянной прислуги нет. У меня на зарплате только садовник. Иногда еще приходит человек, чтобы убрать в доме и помыть окна. А повар? Я читал, что у вас личный повар. Раньше у меня действительно был свой повар. Он готовил для меня 20 лет. Он просто гений простой и полезной еды. И многому меня научил. Но сейчас он занялся своим делом. Мы поддерживаем дружеские отношения. Так, бросаем в кастрюлю три свеклы. Итак, друзья, рецепт у Селли Сантос. Берете три свеклы, наливаете где-то 2-2,5 литра воды, бросаете три головки чеснока и одну чайную ложку соли. И все это нужно довести до кипения, да? Да. Теперь я быстренько нарезаю все компоненты для своего борщика. Вы любите, когда мужчины готовят? Я считаю, что мужчины – это лучшие повара. Особенно, если они готовят для меня. Вот, Коль, мы уже про мужчин заговорили. Можно на тему мужчин говорить с вами? Ваших мужчин? Нет. Нет, тема моей личной жизни закрыта для всех. В конце концов, мои мужчины тоже не хотят, чтобы я рассказывала о них на весь мир. Единственный мужчина, роман с которым у Селлия не скрывала – Джон Нэшлинг, известный дирижер и композитор. Но их звездный брак продлился всего 4 года. После развода главным человеком в своей жизни она называла сына Петро, который тоже работает в киноиндустрии. Полтора года назад у актрисы родилась внучка Каролина. Но звездная бабушка старательно оберегает семью от внимания журналистов. Я знаю, что вы были участницей проекта международного «Танцы со звездами». Я тоже участвовал. Ты тоже танцевал? Да. Расскажите про свое участие. Как у вас прошел этот опыт? Когда меня пригласили, я с радостью согласилась. Я обожаю танцевать. Но когда начались тренировки, я поняла, что это сумасшествие. Я привыкла к любому делу относиться серьезно. Репетировала часами. И в итоге повредила колени. И все это под постоянным прицелом телекамер. Это вся жизнь в прямом эфире, фактически. Это не каждый выдержит. Я тоже согласился. Думал, что это будет развлечение. Я никогда в жизни не танцевал. И оказалось, что это не так-то просто. И действительно, я корявенько танцевал. И судьи меня так и называли – дерево. В прямом эфире были скандалы, ругань с судьями. Вся страна в комментариях меня ругала и говорила – позор, позор, позор. Как ты плохо танцуешь. В общем, вы согласились танцевать в 57 лет. Не каждый пойдет в 20 лет. Потому что это действительно изматывающе физически. Это был большой сюрприз для всех. Я впервые за много лет появилась на телеэкранах. Да еще и в таком проекте. Мое возвращение вызвало очень большой резонанс в обществе. Почему вы пропали с телевидения на длительный период? Из-за студии «Глоба». Они задолжали мне большую сумму денег. Но вместо того, чтобы выплатить их мне, они вообще перестали приглашать меня на съемки. Скажите, а много они вам должны? Они должны мне деньги за продажу картин с моим участием, за рубеж и за использование моего образа в течение 40 лет. Но им было проще закрыть передо мной все двери. Студия «Глобу» – главный бразильский телеканал и крупнейший в Бразилии производитель сериалов. Фабрика грез, куда стремится попасть каждый бразильский актер. Там загораются самые яркие кинозвезды и также быстро прощаются со славой те, кто решает пойти против системы. Как вы справились с этой бедой, с этой проблемой? Это действительно большая проблема для артиста, когда главный телеканал, телеканал «Монополист», по сути, берет и закрывает тебе дверь. Вот что вы теперь делаете? Отчасти я сама в этом виновата. Много лет я не боролась за справедливость, не отстаивала свои права. Я не хотела ссориться. А они все это время продавали сериалы с моим участием и клали деньги себе в карман. Я надеялась, что вот-вот мне дадут новую роль, вот-вот позовут в новый проект. Но время шло, а мой телефон по-прежнему молчал. Сначала я очень злилась, потом пережила долгий и тяжелый период депрессии. В конце концов я наняла адвоката, чтобы он помог добиться справедливости. Но пока эта история ничем не закончилась. Раньше для меня это была трагедия вселенского масштаба. Но теперь, понимая, что я ничего не добьюсь, я пытаюсь хотя бы поменять свое отношение к этому. Самое обидное в том, что зрители, которые меня помнят и любят, думают, что я прекратила сниматься добровольно, что это было мое решение. Как справиться с этим стрессом, когда тебя, известную актрису, все начинают вдруг игнорировать и не платят тебе твои деньги? Я приняла буддизм, и это разделило мою жизнь на до и после. Мне очень близка эта религия. Я много медитирую и учусь смотреть на все происходящее другими глазами. Возможно, небеса посылают мне это испытание за грехи в прошлой жизни. А может быть, эти деньги кому-то сейчас нужнее, чем мне. Все, что мне должны, я мысленно отправляю в космос. Пусть мироздание распорядится ими на свое усмотрение. За какие деньги вы тогда живете? Я играю в театре, получаю зарплату, даю мастер-классы, учу других людей. Но по сравнению с доходами в киноиндустрии, это, конечно, смешные деньги. Можно хотя бы примерно прикинуть, сколько они вам должны? Мне даже сложно представить эту сумму. Вы очень сильный человек. Я извиняюсь, мы на секундочку отвлечемся от разговора, потому что у нас готова зажарка. И мы прямо высыпаем эту зажарку в кастрюлю, в которой картофель. Уцелли Сантос, теперь самое-самое главное – капуста. Подай, пожалуйста, мою кастрюлю. Есть. О, борщик уцелли Сантос. Держите. А теперь мне нужен блендер. Вы всегда взбиваете его еще дополнительно. Главный секрет борща от моей мамы. Вы спрашивали меня, зачем я сахар покупал в супермаркете. Берем сахар. Сейчас проверю, у вас какой-то мелкий сахар такой. Нет, сахар, тем не менее. Мы берем буквально одну чайную ложку. У нас чайной нету, мы берем по этому столовую маленькую. Бросаем. Сейчас доводим до кипения и снимаем с огня. Все. Давайте я придержу. Если будет взрыв, моя белая рубашка это выдержит. Ну что, друзья, такой борщик не хотите попробовать? Борщ в блендере. Борщ без картошки, без капусты. Только со свеклой. Борщ от суперзвезды бразильского кино. Ох, как красиво. Слушайте, он как земляничное пюре выглядит. Просто фантастика. Очень аппетитно. Выглядит хорошо, но я хочу попробовать. Отлично. Маловато имбиря, но все равно вкусно. И теперь немного сметаны. Какая красота. Фантастика. Давайте мой быстренько спасать, потому что сейчас переварится и все. Ой, горячо. Как же здесь горячо. Ох, как красиво. Наш борщ и бразильский борщ. Тем временем мы сервируем стол на природе. Ну-ну-ну, попробуем, попробуем. В общем, я могу сделать свое резюме, друзья. Это фантастика. Усселья Сантос гениальный повар. И как бы это назвать? Это вот представьте, вы едите борщ, но он густой, и он по консистенции как пюре. И он при этом похож на борщ, но при этом отличается. Это такой свекольный суп-пюре, очень классный. Усселья Сантос, вот я уверен, что сейчас этот рецепт сегодня же захотят повторить миллионы наших телезрительниц. Вы можете тоже обратиться к ним, вас сейчас смотрят все наши зрительницы. Мне кажется, я не имею права учить украинцев готовить борщ. Я могу только порекомендовать класть туда побольше чеснока и имбиря. А теперь пришло время попробовать наш, украинский борщ. Так, сметанку, сметанку еще. Это, конечно, совсем другое блюдо. Это другой мир, другая культура. Очень насыщенный и питательный. И молочина, спасибо, очень вкусно. Напиши мне, пожалуйста, рецепт. Я буду готовить здесь борщ для туристов. Мама, теперь твой борщ будет готовить Усселья Сантос. Попробовав украинский борщ, Усселья Сантос настояла на продолжении обмена кулинарным опытом. И пообещала открыть один секрет. Глядя на актрису, можно подумать, что в Бразилии давно изобрели эликсир молодости. В своих 61 она светится здоровьем и энергией. Оказывается, кроме здорового питания и активного образа жизни, у Уссельи есть еще один способ сохранить молодость. Вы сказали, что мы идем, чтобы узнать секрет вечной молодости и здоровья. Что будем пробовать? Асаи. Асаи – это ягоды темно-фиолетового цвета. Они растут гроздьями на пальмах, а собирают их вручную, карабкаясь на самую верхушку. Потом ягоды передирают в пюре, которое в Бразилии называют эликсиром вечной молодости и считают самым полезным продуктом. Вкуснятина, правда? Глядя на вас, я понимаю, что асаи действительно работает, потому что вы выглядите просто потрясающе, разрешите сделать комплимент, и вы выглядите гораздо-гораздо моложе своих лет. Ничего себе! Больше, чем лет 45, я бы вам никогда не дал. Обригадо! Обригадо! Спасибо! Я кую! Я кую! Суне гад! СМЕХ Мне очень хотелось увидеть, как проходит обычная повседневная жизнь суперзвезды. И я уговорил Усселью Сантос на следующий день взять нас с собой, показать нам свой обычный день и любимые места в Рио-де-Жанейро. Здравствуйте, Усселья! Здравствуйте, Усселья! Встретились мы на пляже Капакабана, самым невероятным, красивым и знаменитым в Бразилии. Вот на этом пляже вижу очень много красивых девушек. И не могу не задать вопрос, вы снимались на обложке Плейбоя. Вот как это решение пришло к вам? Я позировала для Плейбоя дважды. Первый раз мне было всего 18 лет, и я была никому не известной актрисой. И продюсеры посоветовали мне сняться в этом журнале, чтобы обо мне узнало больше людей. То есть это был чистой воды пиар? А во второй раз я была уже очень знаменитой, снималась на ТВ-Глоба, и меня уже пригласили на съемки для журнала. История говорит о том, что вас просто обожал Фидель Кастро и даже написал вам письмо. Это правда? Нет, писем он мне не писал. Но я была с ним знакома. Я много раз была на Кубе. Там тоже очень полюбили рабыню Изауру. А потом приглашали меня на гастроли, на разные кинофестивали и международные встречи. Как вам Фидель в личном общении? Он был очень воспитанным, образованным и гостеприимным. Уселия, неужели это вы? Не верю своим глазам. Как по-украински поздороваться? Во-первых, сказать «добрый день». А когда видите такую девушку, то обязательно нужно сказать «я тебя любаю». Я хочу подарить вам свой музыкальный инструмент. Слушайте. Уселия, с вами выгодно гулять. Все дарят подарки. А как же? Это же суперзвезда. У него глаза светятся. Посмотрите на его глаза. Рабыня Изаура – это моя любовь с детства. Она такая красивая. Вот она популярность. Я так за нее переживал, когда смотрел сериал вместе с мамой. Вы знаете, вот интересный факт тоже касательно страдания. В одной из стран бывшего Советского Союза, не помню конкретно в какой, начали собирать деньги на то, чтобы выкупить Изауру из рабства. Люди верили, что это все в реальность. Если бы я знал, я бы обязательно скинулся. Спасибо за эту встречу. Я мечтал об этом всю жизнь. Бригаду! Класс, друзья! Вот так вот. Он украл у меня девушку! Он забрал мою девушку! Это моя девушка сегодня! Приедешь ко мне в гости, с меня подарок. Угостишь меня чем-нибудь? Какое твое коронное блюдо? Морщины раньше меня ответили! До свидания! Благословит вас Бог! Вот в такие моменты понимаешь, для чего были эти съемки круглосуточно, почему нужно было ночевать в неудобных автобусах, проводить сутки напролет на площадке. Вот ради реакции людей. Они боготворят вас просто. Да, и это очень приятно. Пишут, что к вам приходили письма мешками со всей планеты. Это правда. Были из Советского Союза письма? Что писали в основном? Кто-то предлагал изменить сюжет сериала, кто-то хотел подарить мне автомобиль. А однажды наоборот. У меня попросили телевизор, потому что свой разбили во время просмотра сериала. Так переживали. А еще многие признавались людьми и даже предлагали руку и сердце. Ну, замуж вы выходить по письмам не захотели. В СССР рабыню и Зауру показывали в 1988 году. А в Бразилии на 12 лет раньше. В 1976. Прошло больше 40 лет, а Оселия все равно не может спокойно пройти по набережной города. Ее очень часто узнают и просят фото на память. Но она не прячется от людей. У нее нет личных охранников и даже своего автомобиля. Перемещается женщина на автобусах и метро и говорит, что самое главное для нее народная любовь. Прямо на набережной получаю от суперзвезды очень неожиданное предложение. Ты знаешь, что в Рио очень много гор. Я регулярно поднимаюсь на Петро де Гавиа. Это моя любимая вершина. Не хочешь составить мне компанию? Слушайте, конечно хочу. Я обожаю горы. И теперь я понимаю, почему вы пришли в ботинках горных. Ну что, прокатимся немножко? А ты хорошо водишь? Да. Обещаю. В целости и сохранности. Можете обнимать меня. Поехали. Поехали. По дороге к горам актриса-экстремалка просит отвезти ее еще в одно место. Луселия – известный в Бразилии активист. Она занимается защитой амазонских лесов от вырубки и спасением животных. А в Рио-де-Жанейро даже взяла под опеку один необычный приют. Проходите в дом. Опа, с кошечками уже. Много котов, да? 138. Вау! Вот это кошкин дом действительно. Класс. Привет! Мяу-мяу! Всех этих красавцев когда-то спасли от смерти. Кого-то сбила машина, а кого-то просто выбросили на улицу хозяева. Всех, кто сюда попадает, лечат, кормят и дарят вторую жизнь. Луселия лично контролирует состояние своих подопечных. Сюда немножко и сюда немножко. Давайте, давайте я тоже присоединюсь. Держите, красавчики! Луселия, скажите, вот вы читаете самую главную тибетскую мантру? Ом мани пед махум. А вы зналай-ла мои знакомые? Да, я зналай-ла на инжа. Я была на его собраниях, куда приезжают тысячи людей. А что касается мантры, то мы, буддисты, читаем ее животным, чтобы в следующей жизни они стали людьми и смогли достичь просветления. Это же гениально на самом деле. То есть читать кошкам главную буддистскую мантру и сделать так, чтобы кошки в следующей жизни стали людьми. Мне нравится идея, я вам помогу. Можно? Ом мани пед махум. Ом мани пед махум. Ом мани пед махум. Класс! Ом мани пед махум. Ом мани пед махум. Скажите, а вот этот дом, это ваш? Вы живете вместе с котами? Нет, этот дом я снимаю, а сама живу в фавеле, недалеко отсюда. Подождите, то есть этот дом снял специально для котов? Да, раньше они жили в квартире, но соседи стали жаловаться, поэтому пришлось найти другое жилье. Вы знаете, эти коты живут лучше, чем мы с оператором сейчас в Бразилии. Честно скажу вам. Усселя частично финансируют этот проект. Регулярно привозят деньги и корм. От нашей программы тоже, на корм тоже присоединяемся. Мы подвигаемся. Спасибо вам огромное, всего доброго и спасибо вам за ваши дела. Спасибо и вам за помощь. Нам пора идти в горы. Пока, котики, пока. Рио-де-Жанейро – фантастический город, окруженный с одной стороны океаном, а с другой – холмами изумрудного цвета и огромными скалами. Педро де Гавея – это вершина высотой 842 метра. Одна из визитных карточек Рио. Добраться до живописной смотровой площадки можно всего за пару часов. Усселя делает это регулярно. Вместо тренировок в тренажерном зале. Она просто девочка-огонь. Она бежит, бежит. Я не могу ее догнать. Вот вам называется женщина, которая за 60. Пойди догони ее. Усселя, ну вы даете. Я впечатлен очень. Отличный подъем, правда? Нет, просто вы говорили, что вы болели, вы неподготовлены. Я еле вас догоняю. Видите? Еле бегу за вами. Да, я сейчас не в лучшей форме. Когда я себя хорошо чувствую, я взлетаю наверх, как птичка. Пора идти дальше. Нельзя долго отдыхать. Вот так вот. Луцелье! Мне стыдно! Давай, давай! Я хочу показать тебе закат на Дрио. Вот начинаются элементы экстрима уже немножко. Оп! Легкого. Ух, тяжело. Да, это называется отдых суперзвезды. Друзья, это отдых суперзвезды. Без страховки. Вот в таких местах. Все. Вот отсюда открывается самый красивый вид. Мы поднялись. Уже на этой смотровой площадке я понимаю, почему актриса так спешила показать нам любимый город с высоты. Вид один из самых лучших в Рио-де-Жанейро. Он завораживает. Я считаю, что Рио – самый красивый и страстный город на планете. Здесь очень хорошо дышится. Во всех смыслах этого слова. Вы – одна из самых успешных женщин в стране. У вас в жизни было практически все или даже больше. А какая у вас сегодня мечта? Я уже не молода. Но пока у меня есть силы и здоровье, я буду делать все, чтобы сохранить леса. Во многих уголках планеты уже не осталось лесов. И нужно сохранить хотя бы то, что есть. Я хочу, чтобы у людей появилась привычка сажать деревья. Чтобы каждый из нас посадил хотя бы сотню. В том числе и в Украине. И давайте начнем это прямо сейчас. На следующий день актриса сдержала свое обещание. И вот, друзья, мы еще раз встретились с Лос-Элией Сантос для того, чтобы сделать очень важное дело. Расскажите, вот сколько деревьев вы уже посадили, восстанавливая бразильские леса? Если честно, я сбилась из счета, но моя цель – 2 миллиона саженцев. На память о нашей встрече исполнительница роли из Ауры предложила мне посадить дерево в лесу недалеко от своего дома. Нас встречает садовник звезды. Здравствуйте! Я Селжаманта. Как вас зовут? Сиди Клербо. По кличке Большой Грузовик. Большой Грузовик? Можно я сам? Я хочу своими руками посадить. Ну что, давайте вместе. Что это у нас, Лос-Элия? Это манго. Очень вкусный сорт. Манго – это мой любимый фрукт вообще на планете. Не считая дуриана. У меня есть просьба. Я бы хотела назвать это дерево Каролина в честь своей внучки. Она подрастет и будет ухаживать за ним. Эта манго станет символом нового поколения, которое будет понимать, что без леса нет жизни. Я предлагаю посадить еще авокадо. Вот это оно, да? Так, сажаем здесь. Дерево авокадо. Я вырастила его сама из косточки. Ну что, копаем яму? Отлично. Сработает. Есть. Есть. Пусть это дерево станет символом восстановления всех лесов в мире, в том числе и в Украине. Спасибо вам огромное. И действительно, для Украины это очень важное пожелание, потому что наши карпатские леса – это волшебные, огромные и очень важные для нашей страны и всей планеты леса. Но, к большому сожалению, сегодня их очень сильно вырубают. Надеюсь, хотя бы вас наши политики услышат. Давай назовем это дерево пас. Это в переводе означает мир. Мир. Мир – это то же, что очень важно всем нам. Спасибо большое за мир и за то, чтобы леса не вырубались. Обещаю, что буду приходить сюда каждый день и смотреть, как растут наши деревья. Усалия Санта, спасибо вам невероятное за эти несколько дней, которые мы провели вместе с вами. И для того, чтобы вы не забыли эту встречу, у меня для вас есть традиционные подарки украинские. И для начала – вышиванка. Какая красота. Так вот, завязываем. Теперь смотрите, это еще не все. Веночек, чтобы вы были самая красивая украиночка. Вот такая перчатка украинская для того, чтобы вы готовили борщ и не обжигались. Спасибо большое. Для какого-то праздника. Традиционный украинский сувенир. Открою на Рождество. Привет, Украина. Я вас когаю. Спасибо. Обригадо. Смотрите в следующей серии. Рядом с театром Амазонос начинается совсем другая жизнь. Мы покажем темную сторону Бразилии. Это смертельный белый порошок. Это кокаин. И все каин. Мир наизнанку начинает сенсационное расследование. Суть эксперимента в том, чтобы с вот таким трехкилограммовым пакетом пройти через две границы. Чтобы показать вам, как работают схемы мирового наркотрафика. Я просто начинаю понимать, в принципе, куда мы ввязались. В путешествиях у меня есть страсть фотографировать. В том числе на современный смартфон. Я делаю какие-то миллионы фотографий, чтобы в памяти сохранить каждую деталь. Но мне нужен только очень большой объем памяти, потому что фотографии без преувеличения тонны. КОНЕЦ